Музыка Какие красивые! Мам, я хочу себе новые туфли! Музыка Девочка 9 лет выбирает обувь Посмотрим Проблемы выбора обуви стоит разделить на проблемы семейной психологии и проблемы неврологии и ортопедии То есть медицинские и психологические Есть вещи, которые можно назвать критическими вот этих ошибок и стоит избегать И мы попробуем о них поговорить Юная леди применяет очень забавный метод подбора обуви по размеру Даже в зависимости от типа сшивания подошвы к основной части обуви От толщины стенок размером может гулять на 2-3 размера туда-сюда Конечно, такой метод подбора обуви никоим образом не может заменить классическую примерку Опля! Размерчик, конечно, немой, но красиво Что касается кедов, которые часто имеют какие-то украшения или просто очень яркие, которые популярны сейчас у подростков Мне кажется, в них нет ничего плохого, главное, чтобы они не воспринимались как спортивные обуви Кстати, эта обувь очень полезная У нее пузырек здесь, чтобы поддерживать свою стопу Ведь она же не плоская стопа, а вот так вот Полезная обувь с пузырьком Речь идет о так называемом супинаторе Если ребенку действительно нужен супинатор Если у него есть костный дефект подъема свода стопы То супинатор этот должен быть подобран индивидуально Что касается супинатора в повседневной обуви Конечно, функция его сомнительна В некоторых ситуациях он даже может повредить Когда свод стопы уплощен и идет давление на супинатор Это, наоборот, будет ухудшать геометрию обуви Как бы разгибать ее, чего ему совершенно не надо Вообще, до выбора обуви стоит иметь четкое понимание Все ли у нас хорошо со сводом стопы, нет ли у ребенка полоскостопий или плосковальгусной установки стоп С точки зрения выбора материала, тут тоже, наверное, нет универсального совета Технологии позволяют сейчас создавать искусственные кожи Которые, может быть, даже превосходят натуральные По такому важному параметру, как аллергогенность Конечно, они мне великоваты Но я же все равно вырасту И они мне скоро будут как раз Дети у нас растут очень быстро И всегда есть желание подобрать обувь на вырост Но, наверное, многим известно, что более одного взрослого пальца Перед большим детским пальчиком не должно вылезать Важны и ощущения человека от хождения и от носки обуви Потому что иногда индивидуальная конфигурация стопы Предполагает больший запас, чтобы рабочая поверхность конкретного изделия Приходилась на рабочую поверхность стопы Какой каблучок! Вот эти я хочу Хочу и точка! Если девочка выбирает обувь с высоким каблуком Первый, самый простой тест Попросите просто закрыть глаза Немножко придерживая, покачайте И посмотрите, насколько ребенку это будет удобно Конечно, обувь на каблуке более 1-1,5 см Воспринимать ее как постоянную не стоит Некоторые продавцы утверждают, что даже для ребенка допустимая высота каблука Это до 4 см Может быть несколько нюансов Во-первых, может быть высокий довольно каблук Но вся подошва обуви формирует своеобразную платформу То есть компенсируется разница именно высоты каблука Самое плохое, что можно сделать Это выбрать какой-то строго один тип обуви И носить его круглогодично Разная обувь позволяет задействовать различные группы мышц Свода стопы и их пропорционально тренировать и гармонично развивать Конечно, обувь на высоком каблуке Пусть девочки используют в крайних случаях праздников, каких-то дней рождений И это должно быть не более 2-3 часов, куда они придут в нормальные удобные обуви Уйдут на нормальные удобные обуви Я думаю, что ничего страшного в этой ситуации не случится Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok